По этой тропе еще не ступала нога туриста. Первопроходцами на ней стали сотрудники Саратовской ГЭС и журналисты, которые отправились в путешествие по Елшанскому хребту вслед за экскурсоводом. Новая экотропа находится недалеко от Хвалынска, не доезжая села Сосновая Маза. Эти места уникальны благодаря необычному ландшафту, чем и привлекают туристов не только из соседних районов Саратовской области, но и со всей России. Мы расположились на очень замечательной, уникальной территории, потому что меловые горы и наша удивительная растительность выделяет нас среди всех территорий не только в Саратовской области, но и в России. Меловые горы, которые можно увидеть в разных частях национального парка Хвалынский, настоящая гордость этих мест. И мы наблюдаем их в виде меловых лбищ и белогорий. Вот как раз если вы оглянетесь вот туда, и с нашей экологической тропы мы увидим с вами замечательные меловые горы. И в пластах мела, гуляя даже по нашим холмам, так называемым Хвалынским горам, можно найти аммониты. Это останки древних головоногих моллюсков, которые плавали здесь миллионы лет назад в Хвалынском море. А также белемниты – это известные чертов пальцы, остатки скелета, тоже головоногих моллюсков. А сейчас я приглашаю вас в нашу замечательную ковыльную степь. После такого приглашения все туристы, которые приехали на открытие новой экологической тропы, просто сгорали от нетерпения отправиться в путешествие. Но перед этим – напутственные слова от организаторов и почетных гостей мероприятия. Так сказать, на удачу. Мы презентуем одну из этих троп в рамках проекта. Это обширная такая благотворительная программа «Чистая энергия» холдинга «Русгидро». Проводится большая обширная социальная, экологическая, гуманитарная работа в этом направлении. Цель этой программы одна – это сохранить высокое биологическое разнообразие нашей природы, естественную среду обитания диких животных и птиц, в первую очередь, конечно, краснокнижных. За пять лет существования данной программы обустроено 16 экологических троп в 13 заповедных зонах нашей России. Конечно, это очень здорово для нас, особенно охраняемых природных территорий. Саратовская ГЭС и компания «Русгидро» уже на протяжении нескольких лет сотрудничают с Национальным парком «Хвалынский». От этой дружбы заряжаемся положительной энергией. Спасибо вам, всему коллективу Национального парка, за ту работу, которую вы проделываете. Наши жители Балакова очень активно стали приезжать к вам, любоваться природой, отдыхать с детьми. Огромные слова благодарности от всех. Здравствуйте, гости званные, долгожданные, желанные. Рады видеть вас на земле нашей древней Хвалынской, на земле Хвалынской. В России, матушке! В России, матушке, много диковинного, да мудреного рождено было. Но самое диковинное, самое мудреное – это песни Хвалынского района. Ходит царь, ходит царь, по селам, городам, по селам, городам. Орестит царь, царь, царевну свою, королевну свою. А вот-вот она, царевна моя, королевна моя. Ты возьми ее, ты возьми ее, за правую рученьку, за правую рученьку. Ты веди ее, ты веди ее, по светлую горницу. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Девчонка молоденькая, на ней юбочка коротенькая. Она ходит, улыбается, целование дожигается. Поцелуйся, ранюшенька, поцелуйся, милюшенька. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Приезжали гости к нам, приезжали гости к нам. Жданные, долгожданные, жданные, долгожданные. Ваши руки в двор вошли, ваши руки... Только с хорошими пожеланиями войдем в наш замечательный лес. С тропы не сходить, по траве не бегать. Вдруг ненароком затопчете краснокнижное растение. Экологическая тропа Елшанский хребет уходит вглубь леса. И туристам рекомендуется не отходить далеко в сторону от экскурсовода. Но, если честно, никто и не стремится к самостоятельной прогулке по тропе, потому что экскурсовод просто кладезь интересной и полезной информации. Я ваше внимание обращаю все-таки на ландыш. Во-первых, он отцветает, последние денечки. А во-вторых, это замечательные растения, которые украшают наши леса. В переводе с французского ландыш означает «лилия долин, цветущая в мае». В Национальном парке Хвалынске насчитывается около тысячи видов сосудистых растений. 90 из них занесены в Красную книгу Саратовской области. 23 вида занесены в Красную книгу Российской Федерации. Это уникальная территория, которую нужно беречь. Наш сотрудник приглашает нас дальше на тропу. Кверкус робур. Дуб чересчатый – одна из основных лесообразующих пород в Национальном парке Хвалынске. Обрабатывали эти сарафаны дубовой корой. Сарафаны были очень красивые, потому что дубовая кора окрашивает в красивый цвет. И называли эти сарафаны «дубосины». А известный русский богатырь, когда нападали враги, долго не думал. Брал, вырывал из земли дуб и разносил всех врагов вокруг, как дубиной. Вот на этом черешке очень легко колышутся эти листочки. И когда они колышутся, они стучат друг от друга. Поэтому осиновый лес называют «шепот лес». В нашем лесу сосна является основной лесообразующей породой после липы и дуба. По латыни она звучит как «пинус сильвестрис». «Пинус» в переводе с «келькского» означает «скала». Это прекрасный строительный материал. А еще с сосны в России у нас началось музейное дело. Потому что первый экспонат. Какой у нас первый музей в России? Консткамера. Начался с сосны, когда Петр Первый увидел в лесу ветку, которая загнулась и образовала кольцо. Он сказал «спилить», и это первый экспонат в нашу кунсткамеру. А еще существует легенда, что в сосну превратили прекрасную девушку из ревности. К сожалению. Чем больше муравейников в лесу, тем меньше личинок, вредных насекомых, поедающих древесину. Береза – это же самое дорогое дерево для русского человека. Да ведь? Если ты куда-то уехал, и у тебя нет возможности приехать на родину, ты интуитивно начинаешь искать березу. Ну, не знаю, у вас, может, не было. В моей жизни такое было. Так вот, береза в переводе с древнерусского языка означает «бить». Дело в том, что, да, из березы делали розги, ну и били. Там нерадивых работников, детей, вот, тех, кто не слушался. Вот. Но есть более современное объяснение. Береза по-латыни означает «бетуля», «пендуля». Вот. Все-таки «пендуля» осталась. А «бетуля» означает «бетулин». Это фермент белого цвета, который окрашивает кору березы. Мы любители природы, да, Даша? Ну, вот, поэтому нам очень нравится. А вы первый раз на такой тропе или нет? Нет, это наш дедушка, директор Национального парка. Поэтому мы бываем на тропах, мы бываем в лесу, мы бываем даже в дебрях непроходимых. С точки зрения природы, да, у нас ландшафты немножко другие, потому что Волга более, так сказать, округляет, делает поворот. И, соответственно, здесь как бы вид другой. Здесь именно маловые горы. И это тоже очень важно сохранять их, потому что они редиктовые, уникальные. У нас немного другая часть. Больше на Волгу с ландшафтами и видовые ландшафты. Незабудки. Они называются «не забудь». И если девушка или парень носит на груди незабудку, то это гарантирует то, что его возлюбленный или ее возлюбленный будет ей всегда верен. Прогуляться по 4-х километровой экотропе Елшанских ребят можно не только с экскурсоводом, если, к примеру, вы уже не первый раз приехали в эти места. Самостоятельное путешествие по лесу – это хорошая возможность отдохнуть от городской суеты и получить заряд бодрости. Здесь очень хороший воздух, фитонциды, которые очищают наши легкие от вредных городских микроорганизмов. Поэтому дышите. Лес – это настоящая фабрика целебного чистого воздуха, поэтому гуляйте по лесу чаще.